Добрый день! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Я на улице был, там убирался, подметался. Ну будем надеяться, что сейчас лучше, чем вчера было. Так, давайте снова будем знакомиться, как есть. Вы не против, что у нас запись идет и выставляется в интернет? Нет, нет, не против. Так, пожалуйста, вы скажите, где находитесь, в каком городе? Родом с Украины, но сейчас живу в Подмосковье, в Истринском районе, уже восьмой год. Понятно. Говорите. Ну, Играйте, Тихонович, вот сейчас процитирую из Писания. Вот, Евангелие от Луки, глава 4, 40 стих. При захождении же Солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему. И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Вопрос такой. При захождении же Солнца. То есть, вопрос детский, как бы звучит так. Круглая ли Земля, вращается ли она вокруг Солнца или вокруг своей оси? Или Солнце двигается? Написано в Евангелии, что восходит Солнце, двигается, идет. Ну, так принято выражать. И Господь говорил тем языком, которым мы разговариваем, чтобы нам было это привычно. А что, вокруг чего движется? Ну, кому сегодня даже астроном. Самый знаменитый Саолковский. И он так и говорит, Солнце взошло. И утром из Москвы передают восход Солнца. Заход Солнца. А Библия что говорит? Библия говорит о том, что Земля круглая, и Земля есть шар. Вы, может быть, это не слышали, то, чтобы это именно из Библии-то. Я вам сейчас покажу. Когда людям говорят, что это в Библии написано, не до того удивляются, как так в Библии. А очень даже просто. Вот смотрите. Мы сейчас увидим. В неканонической книге. Третья езра, одиннадцатая глава, тридцать второй стих. Себе черпнуть можете. Эта голова устрашила всю Землю. Третья езра, одиннадцать тридцать два. И владычествовала над обитателями Земли с великим угнетением. И удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Значит, задолго до Коперника, до Ждана Бруно уже все знали, что это земной шар. И поэтому говорит, что церковь никогда не принимала такой мысли, что на слонах стоит, там на черепахе. А это индийская мифология. Ее прилепляют сюда. Но это еще не все. Сейчас мы еще посмотрим, как Библия говорит. Ну что, на земном шаре тут перевод одинаковый везде. Кругом. Сейчас я это сделаю, чтобы здесь захватило его. Это уже в канонической книге. Исайя, 40 глава, 22 стих. Он есть тот с большой буквы, который восседает над кругом Земли. И живущая на ней, как саранча перед ним, он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Ну, сверху смотреть на шар, вот как, допустим, на Луну, мы что видим? Круг. Из космоса видит Земля, как круг. Так это еще не все. Она не на черепахах стоит. Не на черепахах. Откуда это известно? А вот откуда. Читаем. Книга Иова. 26 глава, 7 стих. Он, Бог, распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Чем это расходится с сегодняшним мнением? Так это все. Книга Иова, это одна из самых древних книг Библии. Она с бытием соперничает. Когда еще закона не было. И уже тогда знали, что Бог повесил землю ни на чем. В другом месте, говорит, основал на водах. Ну, где ни копи, там вода. И надо понимать, это Бог все говорит, чтобы мы понимали, о чем Он нам говорит. Поэтому, когда о Боге говорится, называется такое явление. Я не люблю иностранные слова. Антропомартизм. То есть, о человечении. Написано, я простер сапог мой. Ну и думаю, ну что, Бог в сапогах ходит. Ну, тогда я по-божески одетый, у меня сапоги. Поверь, почему не в туфлях? Ну, люди ходили в сапогах. И поэтому, ясно, простер, вот как сапогом давнуть какого-то мураша, так вся земля перед Богом. И это неоднократно об этом говорится. Написано, и раскаивался Бог, что сотворил человека. Раскаивался. Раскаиваться Бог не может. Раскаивается тот, кто не знает в чем. Ты женился, она хорошая. А потом из ангела превратилась в ведьму. Откуда, говорит, девушки, если все ангелы ведьмы-то берутся-то? Один так вот стал жаловаться и говорит, Господи, вот, ну, брал как ангел. Ну, почему она теперь такая? И будто бы ему был ответ. Я сотворил женщину Евой, она была дева. А женщины сделали вы, поэтому получайте свое. Бог женщину не сотворил, но сотворил девой, Ева-дева. Ну, вот несколько мест, которые говорят нам, что не надо придирать себя к Богу. Бог раскаялся, это по-нашему, если бы он не знал, он бы как бы раскаялся. Возрел на землю. И дальше Бог говорит, сойдем на землю и посмотрим. Как будто Бог не видит, ему надо сойти и приглядываться. Ну, понятно, что это все приближенно к нам, что Бог ничего не делает без рассмотрения. Притом, без тщательного рассмотрения. А у нас бывает, как говорится, с кондочка услышал, уже печать припечатал, враг народа и его гулаг. Я смотрел фильм «Русский ангел» от Рогвячеслава. Да. Слышали? Слышал, конечно. Крашенинников. Ну, я пересмотрел... Крашенинников, да, там мать его рассказывает до сих пор там. Я пересмотрел все серии, и там интересно одно, что он рассказывал, что вот земля не круглая, она стоит на трехтиктовых столпах, а эти столпы стоят на воде. То есть вода имеет четвертое такое состояние, которое самое прочное. Ни одного металла нет на земле, такого прочного, как та вода. И она внутри, внутри она как бы полая. Роман, я знаю, не надо. Церковное начальство, церковь, четко ясно сказала, на полном, стопроцентном отлете ересь. Он динозавров там каких-то видел, все такое. Он что в фильмах видел, и то у него в детском воображении все это преобразилось, накручилось. Ничего этого нет, никаких пророчиц от него нет. Это обман. Это мать, там еще одна ему помогает, раскрутку делает. Им охота, чтобы свой, святой был, там люди приезжают. Церковное начальство, его абсолютно не принимают. Игнатий Тихонович, он говорил, что его послал Бог, и что надо это каяться, исповедоваться, и причащаться, потому что Бог заберет разум. Ну, есть в этом большая логика, что это от сатаны высказываетесь. Ну что, надо ходить, причащаться, любая бабка знает, какое это откровение-то. Об этом написано в Писании, в святых отцов. Они, откуда, нам зачем теперь кого-то искать, когда не тысяча, а миллион раз это повторено было до него. Все святые отцы об этом говорят, и вдруг он откровение сделал какое. Это люди, которые ни Библию не считали, ни канонов не знают. И вдруг он им откровение, надо ходить и причащаться. Он еще не сказал, что надо есть и пить, на двор ходить. Откровение. Да какие же откровения? Я понимаю откровения, какие были пророческие. Это у Распутина, Григория Фимовича. Вот это откровение. Он говорит, меня убьют. Потрясений не будет. Но если будут замешаны дворяне, смута будет продолжаться там пять лет. А если из царского дома будет погибнуть полностью дом Романов весь. И оказалось, что там замешано, и все так и случилось. Когда царь Николай II объявил мобилизацию, а он в это время раненый, смертельная рана у него была, подговорили, там на него напала одна женщина. И он оттуда ему звонил, папа, телеграмму дал, не начинай войну, папа, ты сгоришь. Папа, не делай этого, государство погибнет. Ни один этого не говорил, он единственный, Григорий Новый. Вот как хочешь, так его разбирай. Но более оболганной личности не было, наверное, со времен Христа, как Распутин. Даже на Гитлера так не лгут, как на него. У него ничего. Проверяли десятки раз даже временное правительство, в котором находился блок Александр Александрович. Ничего не нашли. Ни на царицу, что она была шпионкой. Ни на Распутина. Какая-то связь была, да все. Мерзости. С кем имел? С Вырубовой. А когда ее осмотрели, то оказалось, что она девственница. И все это сегодня пишут открыто в печати. Ничего Вячеслав вот это не открывает. Ребенок. Ну зачем над ним и сделать? Я даже Осипова слышал, что когда Распутина канонизации там хотели, он говорит, там очень много прилипло к нему. Там какие-то где-то он прочитал, там летя из Америки, там есть у него видео короткое, что якобы Распутин пришел к Кронштадтскому. А Иван Кронштадтский вышел и сказал, по фамилии твоей, житие твое. А это был Григорий Распутин, якобы. Ну тоже сейчас много книг всяких, таких начитаться можно, что до умопомрачения. Нет, не надо начитываться, надо реально смотреть. Очень глубоко в это, ну не уникаю, но вот интересный такой вопрос. Роман, ни один человек не мог лечить эту болезнь, которой болел Алешка. Это от матери передалось. Ему достаточно было позвонить, как болезнь прекращалась. И сегодня все пишут, он обладал необыкновенной силой. А что говорят, и он сказал, да кто написал-то, ты посмотрите, который написал на него книгу «Святой черт». Это иеромонах, который отрекся от Бога и с Америки написал. Я этим вопросом занимался несколько лет. Издал М1, М5. Меня судили за это. Все, что было до революции, что за рубежом и что в России. И все это протоколы сионских мудрецов и что туда входило. Его не надо канонизировать. Не надо. Канонизация вообще не евангельское дело. А почему? Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Говорит, не судите никак преждевремени. Никак. Ни анафеме не придавайте, ни в святые. Доколе не придет Господь и не откроет сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому. Тогда. Вот и все. Я категорически против канонизации. Но церковь признала, я она крошатка святым. Я ему молюсь. Я признаю все канонизации, кроме Иосифа Володского. Это был палач Сталина и Берия в одном лице. Он казнил людей, которые инквизицию создал в России. Ясно. Ну понятно. Хотелось просто вот это узнать. Ну я говорю, об этом Славике не надо ничего говорить. Надо просто помолиться о нем и все. На этом конец. Нету. Ни под каким видом. Особо у меня на форуме. Зайдите, зарядите там Славик, Крашенинников. И посмотрите, какое решение патриархии принято. И все его дела, комиссия была составлена. И все, что он говорил, все разобрали. Там ничего нету совершенно. Это издевательство. Игнатий Тихонович, вас тоже разобрали там? Нет, так и не получилось. Не получилось. Собирали в разных епархиях. Собирали нынче в Почаево. И все отстали. Ни один не вылез. Ни один не вызвал. Нигде. А почему? Да ничего нет. Я говорю, а почему не вызвали? Ответ. Они что, говорят, самоубийцы? Я хожу здесь, в Истринском районе. Есть поселок Глебовский. Там храм. И каждое воскресенье после литургии раздают воскресные листки. Ну и там поучение старцев, святых отцов. Там многие такие полезные вещи. Ну и я же у вас заказал Евангелие. Вы прислали мне. Я хотел еще подарить батюшке. Как только я это задумал, прихожу в воскресенье. Такая добавка, листовка такая. Внимание, секта. Игнатия Тихоновича Лапкина. И там рассказывают, что у нее семьи нет. Он против монастырей. Он против мощей. Он такой-сякой. Ну и там жена куда-то ее убрала. Жена не любит, когда я с вами. Ну а как я против мощей? А пусть объяснят. Как против-то? Я против мощей. Как именно, конкретно? Плохо, что ее нет. Это из записки, конечно. Нет, это записка конкретно. Что я беру мощи? Вы против того, что мощи надо их захоронить. И против монастырей. Что монастырей надо закрыть. Вот там такие. Да, это неправильно. О мощах правильно. Собрать все мощи. И с честью, с песнопением. И там, где храм Христа Спасителя похоронить. Почему написано. В прах ты и в прах возвратишься. Это они издеваются над мощами. Покойников трупы пластают, режутся, фаршируют. Это не я делаю, это они делают. Я говорю согласно, как Бог сказал. В прах ты отдал и в прах возвратишься. Я говорю по-божески. А они говорят со своей головы. Ну и с костями продают. Второе. Ну если, Игнатий Тихонович, сейчас вера такая у людей. Вот, ну, они хотят, как когда-то фарисеи требовали чудо от Спасителя. Так и они. Их чудо только. Вот читать не хотят, ничего не хотят. Но если он заболел, пришел к мощам и исцелился. Это же тоже он. Он может через это уверовать. А мы знаем, что одна спасенная душа дороже целого мира. То есть, возможно, пускай они ради каких-то спахшихся, которые поверят, что вот это, да, здесь истина. Они исцелились там или еще другими методами. Много, много есть там и видео в интернете, и книг. Вы спрашивали о профессоре Эрнесте Мулдашеве? Нет. Он много очень ездит там по Индии везде. И он рассказывает о том, где захоронены тамошние Махатвы разные. Там такая энергетика, подойти нельзя. Почему? Демона охраняют. У них творят они такие чудеса, каких в православии даже не слышали. Вот она, он сидит. Бабка подходит и говорит, с ним разговаривает. У меня, говорит, беда. Корова сдохла. Ну, а что он может сказать-то? Ну, корова сдохла. Ну, что я тебе помогу-то? Ну, дам рубль. Он говорит, а сколько корова стоит? Она говорит, а сколько ребятишек? Трое. Так, а сколько тебе молока надо? Говорит, ну, надо, говорит, литров 15 в день. 15, это хорошая корова, дорого стоит. Он так, пхи, пхи, дай ей лжемщук, пожалуйста. Дал лжемщук, и там 150 тысяч евро стоит изо рта. Тут же подходят двое и говорят, у них несчастье такое-то случилось. Он им каждому, а это все тут же, ничего не прикасается. Сплевывает и сплевывает им эти лжемщуги. Люди как не будут верить? Они видят чудо Божье. Блаватская сидит, Елена разговаривает и говорит, мне Бог отвечает из космоса. Вокруг сидят люди, инженеры, все. Комната чистая, ничего нет. И вдруг видят, сверху падает письмо. Это все описано. Этим занимался Менделеев Дмитрий Иванович. Это все описано. И поэтому дьявол делает все абсолютно. Вот Моисей вышел к фараону и жезл бросил. Он превратился в змея. Волхвы подошли, бросили и тоже змеи поползли. Что удивляться тут? Вот они нашли сюда теперь относительно монастырей. Я говорю, в том виде, в каком они есть. В том виде. Эти монастыри принесли зло. В сто крат или больше, чем вместе взяты иудеи, язычники, коммунисты, фашисты и масоны. А почему? А они самое ценное высасывали из народа и за стенами уходили в песок, не давая потомства. В одном только монастыре у Пахомия Великого 11 тысяч мужиков. 11 тысяч и ни одного проповедника. И вот оно мусульманство выплыло. И Андрей Кураев говорит, 6 столетий прошло, Мухаммад умер в 632. И ни одного Кирилла Мефодия не послали. И встретились только на полях сражений. А налоги брали с них. Наконец Бог послал бич. 2 миллиарда мусульман могли быть православными. Я вот что говорю. Монастыри нужны, повторяю, нужны. Для чего? Готовить проповедников, которые не женаты. Женаты не имеют значения. И когда они пойдут на пенсию одинокие, чтобы их докормить, допоить. Я за монастыри. Но не для того, чтобы лишить народ этой силы. Они лгут все. Относительно мощей. Я везде пишу об этом. Их надо захоронить. Захоронить. Это прямое повеление Божие. А вот Елисей... Владимир Тихонович, одно видео ваше, ну вспомнил просто сейчас, вспомнил, как вы рассказывали, что 17 лет вы где-то в тюрьме вели, проповедовали, занятия вели, и ни один не обратился. Да. Ну если вы с таким опытом всю жизнь отдали, Бог вам дал память, и речь такую, и все, вы знаете, и ни один не обратился. Ну, таких как вы единицы, ну один во своем роде, но есть у нас, ну знаю, святые отцы, есть еще люди, златоуз, да, тоже это единицы. То есть все не могут быть. Но из 100 тысяч этих же, может, монахов будет, там, 10, которые будут молиться за весь мир. Вот здесь химники, которые молятся. Бог слышит эту, ихнюю молитву. За их мир. Вот. И на этой молитве держится, наверное, мир, а не на... Да нет этого нигде. Мы все должны молиться. Апостол Павел Самый Великий, и он пишет Колоссиным, Ефесянам, говорит, молитесь обо мне. Он нуждается в молитве женщин, детей, чтобы я, говорит, был отдан вам. Это придумали, что они молятся за весь мир. А я молюсь еще за комаров. Сколько я молюсь, они в монастыре не молятся. Если уж на то пошло. Вот и весь ответ. А они молятся. Да не разве видели ту молитву, которая у меня была в тюрьме? Я с кем разговариваю, они даже во сне не видали этого. Ежедневно, за два дня я просчитывал псалтырь. Каждый день по две тысячи поклонов. Я только знаю, что. И пять раз на молитву, по часу, по полтора. И два часа проповедь. Да они даже во сне этого не видели. У меня одновременно остановилось, сколько людей, которые каялись. Но какими они стали, я не знаю. Я бы мог не говорить. А никто не обратился. А скажите, а как ходят священники? Он пришел на один раз. Первый раз пришел. 470 сразу покрестил и причастил. А они изменились не один. У нас шкала другая. Шкала другая. Они не бросили курить. Какое это обращение? Он считает Писание, все, раскаивается. Он не бросил курить. Это не покаяние. Его молитва застревает в горле. Уста курящего. Но вот вы не курили. Уста курящего. Вы не курили. Нет, не курил. Баловался, когда у деда был в пятом классе. Несколько раз. Я прокурил 17 лет. Что только не перепробовал. Какие-то таблетки жрал. Какие-то пластыри лепил. Что только не делал. А потом однажды... Ну, это Бог послал мне такого деда. И дед говорит, я 30 лет прокурил. Я говорю, как вы бросили? Он говорит, я Бога просил. И вот я начал просить. Уже больше чем 3 года прошло, как я бросил курить. Ну, это Бог все сделал. То есть, я когда начал просить, Господи, дай сил, я сразу бросил. И вот 3, 3, 4 года не курю. Вот относительно... Я бы мог этого не говорить, а я знаю, какая реакция будет. Как ходили, 17 лет, 18, помогал, и ничего нет. Нету. Это не означает, что они не обратятся. Мне Бог не дал это увидеть. Не дал. Почему? Я их встречал. Они возвращаются там. Много людей, которые при церкви там. Там, может, даже теперь они уже и священники стали. Я не знаю. Они встречались в городе, издалека приветствовали. Нам к вам подойти нельзя. Вот у меня там то другое там. Какое почтение. Приезжали ко мне на дом, благодарили. Они не знают, чем помочь. Там откуда-то колокол притащили мне. Воску много. Вот и все. У нас шкала другая. Вот он, допустим... Я говорю, а почему вы не катехизируете? Ну, проводим беседу, одну другую. Ну и что? Сколько одну? Ну, по 20 минут две беседы. А у нас 500 часов. Часов полных. Ну? Что сравнивать-то? Одно с другим. Они вообще до уровня грязи. Положили эту планку. Ее прыгать не надо. Она в грязи лежит. Мы говорим по Писанию. Человек должен отвергнуться. Всем сердцем возлюбить Бога. Истинное покаяние. Вот у меня со мной сидел, который со мной сидел вместе. Вот этот покаялся. Со мной в камере. А в чем выразилось? В том, что он понял, что так нельзя. И он тут же написал прокурору. Прокурор пришел. Он изменил показания и рассказал все, как было. Начать с новой страницы. А те люди, которые сидят там осуждены, я на них влияния этого не имел. Я им говорил о Боге. Выступал по рации. Принес динамики. Помогали. И все. Истинное покаяние это не игрушка. Это полная перемена жизни. Я с одним был такой. Ну, не в тюрьме, а когда имел доступ. Мне дела их давали. Я как следователь сидел и выбирал самые сложные дела. Я кого спрашиваю, даже следователь, прокурор не верит. А у меня близкие отношения с прокурором края были. Генерал-лейтенант Параскун. Я имел доступ к делам подсудным. Из них выбирал, с кем мне работать. И мне как следователь в кабинет приводили. Их пятеро шло за убийство. До суда троих уже выпустили. Один стал членом нашей общины. Они полностью меняют свою жизнь. А один там какой-то, Евгений или кто-то, ну все раскаялся. Вышел. Вышел как раз среди трех этих-то. Потом я встречаю. Он там, не знаю, радуется водителем на трамвае. А потом я в тюрьму пошел, он в камере сидит. Я говорю, а как ты попал-то опять? Да вот там это где-то что-то воровал и опять. Но я не могу считать, что он обратившийся. Значит, где-то что-то он не оставил, которое сгубило его. Мы по-другому подходим. Вот, допустим, нападает священник. Я говорю, вот он сейчас, он прямо беснуется, тут один священник. Заходит всякую и пакость говорит. Ему отвечать нельзя. Он тяжко больной, он бесноватый. Он ежедневно нарушает в своем храме 413 правил канона. 413. Он разбойник и бандит. Сколько он перепортил людей. А он не знает, почему. Он все время оглядывается, что архиерея скажет. И архиерей сказал, ату его, ну как охотищу собаку. И он на меня лает, а он ничего не может сделать. Почему? Потому что мы делаем по слову Божию. А у нас в общем ни одного правила не нарушается. Ни одного. Собрались священники доказать, что и у нас нарушается. И отошли с великой радостью, ничего не нашли. Какое правило нашли? А с евреями нельзя мыться в бане. Я и не моюсь. Чего бы ради я ходил да с евреями. А второе, с евреями нельзя быть одновременно в корчме. Да я не хожу в корчму. Совсем нет. Я говорю, нет, я дома питаюсь. А как моетесь? Ну как, душ, баня своя. То есть они подыскиваются везде под меня. А которые окружали этого Даниила Сысоева. Его там Антео называют Царионов. Провокатор такой. А я за него молюсь и молюсь. И они, а вот вы знаете, вот вы ездили далеко. А написано, пойдешь за стан, возьми лопатку. А вы нарушали, у вас без лопатки. Я говорю, вот фотографии, я с лопаткой стою. И как раз туалет я копал. Я старший в поездке в этой группе. И однако я взял это на себя. Мы уезжаем у нас ни кожурки, ни бумажки. Опять все заслано и нигде ничего нету. Не потому, что, чтобы человек ногой не наступил, а написано, потому что среди вас ходит Господь посреди вас. Причина вот какая. Господь ходит. Я в это верю, а вы не верите. Вы загадили всю страну. Это все православное, где мы не посмотрели. У нас в тюрьме 3700 человек, из них 3500 православные. Вот оно что. И он на меня говорит что-то. Ну что, собака, говорит, лает, а караван идет своей дорогой. Я могу о нем только усилить молитву. Он предсмертные судороги издает. И он цепляется, цепляется. Какое значение имеет слово. Как бы ни говорил, погружения нету. Ты не можешь сказать, что он скрылся в воде. Скрылся в воде означает умер, написано. А он стоит у вас никуда. Ты толкуешь, надо водой обливать. Он не скрылся в воде. Значит, он не умер, остается грешник. Дальше. Выныривая из воды, Кирилл Ирусалимский говорит. Он воскресает для новой жизни. Ваши прихожане грешники, пьяницы, матерщинники, воры, прелюбодеи. Как об этом сказал Степаненко-то. Женщина, которая без мужа называет, наживает ребенка. То она на букву Б называется. Так его съели свои было. А он сказал истинную правду. Потому что это слово в словаре прямо написано «блядь». И написано кто? Это неправда, распутная женщина и прочее. В словаре Григория Диченко. Они это слово сделали ругательным. Оно не ругательное. Путана, проститутка, блудная женщина. Это не ругательство. Нет, это одно слово славянское. Славянское слово. По церковно-славянски. Там написано, когда считают «блядословие». Что означает? Пустословие. Вот оно как звучало-то. А словарь-то он не меняется. Он один и тот же. Недавно переизданный. Они не знают Бога, папы. Они не знают православной веры. Они друг о друга учатся. И в глаза заглядывают друг к другу. Написано, если волосы растут, бесчестье. Края бороды не портят. А он наоборот. Стрижет вот такая у него там щетина. А сзади косичка. Я с Александром Менем говорил. Он говорит. Вот создается у меня такое впечатление. Мы считаем Библию. Если еще просчитали, все будем делать наоборот. Что бы мы ни просчитали, мы обязательно будем делать наоборот. Ну а как тогда? Ну никак. Признаться об этом надо. Надо признаться. Вот я могу даже просчитать, как это выглядит. Вот послушайте. Минуточку. Слушайте внимательно. У нас от того, что нет никого совершенно здорового в вере, но все больны. Одни боли, другие менее. Никто не в состоянии пособить лежащим. Так если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю. Каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас. Потому что мы идем такой дорогой, как будто решились идти против заповеди его. Это в кавычках. Святой Антлатоуст. Как будто бы мы. А Александр менее об этом и говорил. Как будто бы мы специально изучаем закон Божий, узнали, и теперь все будем делать наоборот. А при чем здесь я? Они на меня что-то говорят. Книги 13 лет. Так, 13 лет. За 13 лет они могли меня хотя бы раз вызвать? Судят они меня, а книги. За 9 лет я издал 38 томов. Это что-то значит? Дай 5, 5, так, 4, 7. 7 книг выставленных в интернет-версии. Добавь еще 7 томов. Последние 4 тома по 800 страниц. Остальные по 750. Ты посчитай. Это энциклопедия. Все говорят, это невозможно. Невозможно, но я 9 лет не вылазил из-за компьютера. 9 лет. Больше 30 тысяч часов провел. 50 лет копил материал этот. А он что-то узнает одно слово. И начинает кищиться этим. Мне до того смешно. Я думаю, только бы не рассмеяться. Ты докажи это делом своим. Покажи, ты не боишься архиерея. Ты же трус перед ним. Хвост поджал. А на до этого только разговаривали. Архиерей у нас такой злой. Я живу в церковной квартире. Если я еще так не сделаю, он меня с ребятишками среди зимы на мороз выбросит. Это его мнение архиерея. Это оно правильное при том. А здесь ему сказали, смотри, иначе тебе хана. Игнатия кусай. На меня он бросился теперь. Ну а что мне от этого-то? Ничего он мне не сделает. Ничего нет. Всякие пакости, лжи выдумывает. Выкручивает, обзывает. Но ребенок умом. Он ребенок. Он больной человек. Не стоит этого крошенинника Славика. Я бы с ним воевал. Надо самому себе уважение потерять. Я знаю его. И узнал, что он нуждается в квартире. И слышу, как он беснуется против меня. Я еще сильнее молюсь. Господи, дай ему жилище хорошее. Прости ему все. Он не знает, что делает. Помоги ему, Господи. У него воспаление мозга уже началось. Он болеет. Я молюсь о нем, чтобы Бог не поразил его в этом состоянии. Вот и все. Мы разные. Мы совершенно разные. У него не было встречи, как у меня на пути в Дамаск. У меня обращение было мгновенное. Пять минут и я стал другой. Когда я работал на корабле, учился в высшем мореходном училище. Они этого не знают. За бабкой ходил, как-то уверовал. У них не было обращения у попов. Библия не является для них светильником и светом. Они не знают. Это он набирает все. Елисей, мощи. Но Елисей, мощь еще не резали его. Бог явил чудо. Но потом тот человек умер. И мощей больше этих мы нигде не встречаем. Ни от кого не воскресали. Нигде ни один от прикосновения к мощам. Да и зачем это нужно? Иудеи, требующие здесь, еле не ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого воскресшего. Мы проповедуем. А они не проповедуют его. Он не знает, что такое кающаяся душа. А я вот утром, утром еще ко мне подошли. А я на молитве в тюрьме, в Ташкенте. В тюрьме. И мне говорят, а может мы с вами станем сзади молиться? Вся раз семь человек становили молиться. Но я ушел оттуда через три дня. А они обратились. Они каялись, бросили курить. Но я не знаю. Из-за незнания я не скажу, что они обратились. Я знаю, что они подошли, тайно молились. Они переписывали Евангелие. А поп бы считал, что они уже стали попами там или кем. Я нигде не натягиваю себе. Нигде. Вот как было, я еще принизу. Принижу, как будто бы там я и почти не был. Пусть они десятину платят попы. Пусть народу установят десятину, а торговлю выбросят. Пусть за 30 лет не становятся священниками. О ком говорю, он до 30 лет поставленный. Это нарушение канона. Он не священник, он извергнутый. Поэтому через него ни одного таинства не могло быть. Он даже этого не понимает. Он не понимает этого. Он обливание все каноны нарушал. Он для виду еще одежду держит, надевает. Он как антихрист может быть. А как антихрист? Я говорю, как бы, я не знаю. А вы подойдете к нему под благословение? Подойду. Потому что он еще не запрещенный. Я подойду. Но вот это вот придет антихрист, будет ставить пищать на лоб, на правую руку. Не продать, не купить. То есть ты не можешь жить. Вот сегодня они сделали это с обливанием. Если обливания-то нет, а мокрой ладошкой по голове, они говорят, да, крестить надо в полное погружение. Но этих нельзя, как будто мозги отшибли. То есть нельзя уже тебе не купить жизнь вечную, не приблизиться к Богу, ничего. Ты в этом теперь запечатлен. Ты будешь видеть тысячу людей крестят в полное погружение, будешь плакать. Но тебя уже не будут. Ты уже запечатлен этим ударом по лбу. Я поэтому стал думать, с чем в мире сравнить, и понял, только при антихристе так будет. Пищать, и все, больше не подойдешь. Ее нельзя будет ни смыть, ни убрать. Вот это вот сегодня мочение волосинок или макушки головы. Я не говорю, что оно такое. Я говорю, очень похоже. Очень. Эти люди обещаны. Или должны перешагнуть, и тогда идти. Схему проезда в моем мире сообщение мне отправили. Но если я смогу один приехать к вам на 12, чуть раньше, 12 июля. Только раньше. Ну раньше, раньше. Раньше, чтобы занятия у нас будут, и сами увидите. Я вам маршрутку-то, вы видели маршрутку там? Есть у меня маршрутка, все есть. Ну все, там созвонитесь. Я вас знаю. Поручителем у тех, которые издалека, могу быть только я. Мы уже говорили, видели. И вы, конечно, уже помните это. Какую ответственность возлагает на меня Господь. Это не крещение, это обман. Такого нет нигде. Вот он начал говорить везде. Дедаха. Дедаха говорит, возливай воду. Я говорю, давайте по порядку. Там написано, первое. Крестить в проточной воде. То есть, оп течет. Нету этого. В стоящей. То есть, в озере, в Байкале, в пруду. Третье. Нету. Большой сатут, где погрузить с головой. Если ничего, этого нет. А этого нет где? Ну, где этого нету-то? Ну, там, где вообще ничего нету. В тюрьме. Клиник лежит там весь раздавленный после аварии какой-то где-то. В плену. Три места только где-то. И тогда трижды возлей воду. А когда он трижды-то возлей? Слово возлей-то ладошкой не возливают. Его надо раздеть и три ведра на него вылить. Потому что сосуда нету. Вот как надо делать. Они даже против дедахи идут. А теперь начинает говорить, а вот это отменять нельзя перекрещивать. Перекрещивания нет. Его не было. Был обман. А обман, я говорю, тебе вместо вина при литургии дали квасу. Будет считаться? Не будет. Вот священник, когда совершает литургию, вдруг увидел, что хлеб превратился в тело. И прямо кровь течет. Он должен прекратить богослужение, начать сначала. Правило такое. Никакой мистики. Ты должен просто верить. Недавно смотрел диск, там лекция. Геннадий Заридзе, такой священник есть, протоиерей. И он интересный факт рассказал, что оказывается, когда-то, это больше тысячи лет назад было, что священник как-то не верил, что вот когда он произносит молитву, ешьте это тело мое, пейте это кровь моя. И у него не было веры. Он думал, ну, он как-то не верил до конца. И у него на глазах превратилась кровь в вино в кровь, а хлеб в тело. Это не слышал никогда. Я считал про это. Считал. Считали? Это было не один раз. И однако церковь установила правило прекратить богослужение, начать сначала. То есть это не одобряется совершенно. Вот и все. Дальше они не договаривают. Вот они говорят, а вот там крестили песком. Я говорю, а где это? Ну, где-то написано. Я знаю, лук духовный, страница 176. Вот вы слышали. Дальше что? Ну, они когда пришли архиерею, сказали, епископ Дионисий говорит, не выдумывайте. Идите и крестите его в Вердане. Дальше они не договаривают. Они обрывают на этом и все. Ну, делали, делали, но это не призвано. Да и не может быть. Христос не сказал песком и слюнями, а говорит, водой и духом. А духа и воды. Это обманщики. Обманщики. То есть пираты захватили корабль, и они там... Почему святые об этом и говорили неоднократно. Храмы будут ремонтировать, ходить нельзя будет в них. Видимо, вплотную мы подошли. Не пропустить этот момент. Я уже не раз это засчитывал. Вы слышали? Да, 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 вплотную. Да, там и Анкраштадский об этом говорит, и разные-разные. Афанасий, что об этом говорит, Кукша. Они все скрывают. Ну и что? Все равно церковь идет. Что для всех непонятно, как так. Я 53 года тружусь, сколько людей пришло, и все до одного московской патриархии. А они... А он не православный. Да вообще-то сумма сойти. Парадокс, да. Понятно? И они признают... Я говорю, ну вы признаете вот таких-то священников? Ну как, магистр богословия, вот такой-то там Геннадий Фаст из Менонитов пришел. Ну он везде пишет. Я встретился с необыкновенным человеком, как я стал православным. И дальше все остальное. Руководитель молодежи у баптистов. Они ничего не могут сказать-то. А почему? Злоба ослепила их. И Сидор Пилосиот говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Я их не трогаю. Говорят, не пихрадите на счастность. Я говорю, вообще всех. Я вам не назвал ни фамилии, ни имя. Они не хотят верить. Не хотят. Господь говорит в послании Евангелия Тяна. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете слышать. Они не могут. И вот вы пошли к священнику. И он только услышал и против. Против. А этот трехтомник я подарил Путину, Медведеву, Патриарху. И архиереям больше, чем 100 человек получили. Он не услышал. Я просто хотел. Ну, еще только готовился. Я там написал, кстати, вам в моем мире сообщение. Еще два трехтомника. Потому что один вы мне прислали. Я-то читаю его в интернете. А у меня есть товарищ, который когда-то там, сколько лет назад, может пять. Он мне сказал, говорит, если у тебя проблемы, читай Библию. Я начал с тех времен читать Библию. Ну и мы в прошлом году встретились. Я говорю, давайте сделаю подарок. Я подарил ваш трехтомник ему. Говорю, ты меня когда-то направил как бы на путь истинный. Ну, Бог направил, но через тебя. То есть возьми. И я подарил ему. И я сделал еще заказ. Один себе, один хотел батюшке подарить. Но тут, когда я прочитал воскресный листок этот, я понял, что ну, надо сидеть. Тихо мне. Чего я буду там дарить? А они еще не могут сказать. Понимаете, он бы сказал, страница такая-то. Написано неправо. Он не может сказать. А в другом батюшке, я против. Она подошла и говорит. Сестра тут Татьяна одна в другом месте. Батюшка, а вы хоть раз считали книги? Я их в глаза не видел. Ну, а как можно говорить, когда не видел? Не видел даже. А это 38 книг. Понятно, что это? Я вам еще скажу. Игнатий Тихонович, ну, батюшка-то хороший, он такой, ну, я уже третий год хожу в этот храм. Ну, единственное, что, конечно, сверху. Эта листовка, скорее всего, пошла по всем храмам. Сейчас же компьютеризировано. Она пришла сверху. Ну, и он распечатал, как и велено было. Скорее всего. То есть, не каждый священник. Многие, наверное, читают, изучают и видео смотрят. Да, они зависимы. Но это болезнь, конечно. Это все от зависти. Вот они говорят, а вот разрешено, и начинает Киприяна Карфагенского читать, а он говорит о больных. То есть, в конце написано клинике, клиническое больное-то. Так они людей всех заранее записали больными. Почему? Они знают, что недостойно будет причащать. Многие больные немало умирают. Они на кладбище служат. Я их разоблачаю на каждом шагу. Ты должен понимать, перед тобой здоровый человек, который погружается в воду. А они вот ладошкой по голове. Это недопустимо нигде. Допустимо обливание, в крайнем случае, когда больной. Они всех людей считают парализованными. Парализованными, хотя парализован именно поп. Мозгами своими. У вас сколько детей? А сколько вы думаете? Ну, четверо или пятеро, по-моему. А посчитайте. Человек, если не будет детей приводить на небо, у него надежды на спасение никакой нет. Ты должен сказать, я и дом мой служим Господу. Сколько детей было у апостола Павла? Я тоже не знаю. Он говорит прямо, я родил вас во Христе Иисусе. Каринская церковь пять тысяч. Пять тысяч сыновей и дочерей. Все, которые пришли на тебя. А эти дети хотя бы тысячи были. Они никакого значения не имеют. Лучше один исполняющий заповеди, чем десять тысяч нарушающие. Сколько у Златоуста было детей? У Иоанна Богослова сколько? У порока или... Это люди плотские, которые говорят и спрашивают. Они не понимают, что теперь другое. Другое вращевание и другая семья. Я избрал вас. А которые женятся, Павел говорит, будете иметь скорби по плоти, и мне вас жаль. Вы о Боге не будете заботиться? Замужние заботятся о том, как угодить мужу. А дальше добавить надо в скобочках. Никогда ему, окаянному, не угодишь. А женатый заботится о жене. Как угодить жене? А не женатый, как угодить Господу? И как? А вот так. Блаженная, говорит, чрева, нерождавшая, сосы не питавшая. Господь кого ублажает-то? Да. Я что спросил? Потому что там было написано, что вот Игнатий Латкин, там у него нет ни жены, ни детей. Он такой там это... А жена рядом сидит. Главное, жена рядом сидит. То есть они не знают меры никакой. Ну нет жены, так это что, похвала или как? Это может сказать сектар. Меня, честно говоря, внутренне так возмутило. Я даже жене показал. Говорю, смотри, но это же пишет Патриархия. Она должна отвечать, хотя бы как минимум знать. Это семинаристы Кемеровской епархии написали. Семинаристы Кемеровской епархии. Семинаристы. Маленькие, маленькие такие еще. Но они будут настоящими, пока они волчата. Будут волчарами матерыми, когда ризу наденут. Вы лютые волки, не щадящие стадо. Это сказано в Библии один раз. И только по отношению к архиереям священникам. 20 глава, 29 стих, Деяния апостолов. Они пусть не забывают. Такая характеристика дана. А они говорят, ну хорошо, нет у меня. Не дома у меня нету, я бомж. Еще из этого. Еще из этого. У Христа не было, где голову преклонить. Ну нет жены, я не женился. Еще есть люди, которые оскопили сами себя. Господь ублажает их. Есть оскопленные от других. Они неверующие. Они Евангелие не знают. То, что у меня есть, это только похвалу вызывает в очах Божиих. Они не знают этого. Ты прожил на вожделениях. Я тебя не сужу. Я всю жизнь себя сокращал. Ты меня судишь. Мы не на равных. Сейчас везде пишут, а вы знаете. Я тогда знал их, когда еще, Игнатий, еще в то время. У них все питались на 30 копеек в день. А все понимают, да невозможно. Ну в самом деле. А как это возможно? Я на стройке работал. И выработка 280-300 процентов. И действительно 35 копеек жили. А как? Картошка своя. Куплю только хлеба. Я мясо не ем вообще. Вина в рот не беру. Никакого алкоголя. У меня ни на что не тратится. Где 5 остановок, я пешком иду. 3 копейки тогда был трамвай. Для Бога. Вместо одной десятины. Всю жизнь платил 9 десятин для церкви. И что ты меня судишь за это? Я просто говорю моим Богом. Мне это уже прошлое. Моя жизнь прошла. Я никогда по-другому не мыслял. Я всегда знал, что перед Богом. Бегите, чтобы получить. Бегут многие, получают награду один. Я поэтому и знал, на какое ресталище вышел. А что они говорят? Тут ничего нет. Горькая, страшная, черная зависть. Они этого сделать не могут. Они не могут говорить искренне, открыто вот так. Они не могут. Они рабы. Они у Бога не выпрашивают, что Бог скажет. У них ни одного пророческого слова нет. Так, сейчас, минутку. Там подошел один человек еще. Так. Батюшка с вами познакомится. Сейчас он подойдет. Чтобы он знал, кто у нас будет. Иди, батя, скорее садись. Рядышком. Вот кто приедет к нам. Роман звать. Из Подмосковья. Вот смотри сюда, чтобы голова твоя вмещалась. Вот сюда вот, в эту рамку. Поближе ко мне. Поближе еще. Вот сюда в рамку. Вот, вот ты теперь видать. Ну вот. Все, видишь. Христос воскресе. Воистину воскресе. Креститься думает приехать. Благое дело. Ну вот мы об этом говорим. Они всех людей превратили в коллег. Только мочить надо, как парализованных. А потом, а потом подряд всех прищищают. Многие больные, немало умирают. Они кладбище попы наполнили. Больницы забили. С них будет спрос очень большой. Когда я вел занятия в университетах, я неоднократно повторял, что если будет суд за распад России, за уничтожение русского человека, на первой скамье подсудимых будут сидеть священники, учителя. А остальные там подальше уже. Вот так, Роман. Я вот смотрел в прошлом, в прошлом, в прошлом, в прошлом беседе с вами, я там упоминал, смотрел фильм о Пелагеи Рязанска, и там ее, ее крестник Петр, ему уже тоже под 80 лет, и он, она была прозорлива, он ее спрашивал, говорит, сколько священников спасло от вознесения Иисуса Христа до крещения Руси. Она сказала, единицы. Потом от крещения Руси до свержения царя, тоже единицы. И он был как бы в ужасе, и тоже, честно говоря, ужас пробирает, как это священники, единицы спасутся. Это ужасно слышать просто. Я возьми и скажи. Она была прозорливая. Я был в Болгарии, беседовал с одним священником. Я говорю, Иоанн Затаус говорит, большая часть священников погибает. Вот 10 священников сидят, самое малое, шестеро, а то, может быть, 9 будут в аду. А сегодня никого, они все спасаемые. Про архиереев говорить уже не надо. А он говорит, а что ты Златоуста приводишь-то? Что, разве это можно на него опираться? Я говорю, ну, а Серафим Саровский? Три дня, три ночи молился. Это написано в третий том священнослужителя книга, 601 страница. Три дня, три ночи об одном. Пощади русских архиереев и священников. И, наконец, Бог заговорил, дальше прямая речь. Не пощажу и не помилую. И дальше причина какая? Вымыслами своими, человеческими. Заменили истину Божью. 118 столом, 113 стих. Ответ один. Они такие остались. Вот совсем человек безсталанный, не знает, что делать. Не знаешь, куда идти? Иди в попы. Там ничего тебе не надо. Потом серию фильма усмотрел «Соль земли». Там многие старцы не благословляли эти священники. То есть, в последних времен, неспастительные. Говорят, там по послушанию понабирай, все. И будешь там, ну, по послушанию пропадут просто. Потому что будут доверять иерархии и слушать их. И все. Погибель. Отец Дмитрий Дудко говорил, даже быть средним священником уже героический поступок. Я мог быть неоднократно священником. Меня архиереи буквально хватали, ловили, чтобы рукоположить. Сидели несколько архиереев, помню, за столом. Вы должны уехать отсюда. В синоде сидели. Только священникам. Я стал доказывать. И митрополит согласился. Действительно, кое-где вам вход закроется. Я не для этого, это не мое. И все. Я знаю, полная отдача должна быть. Сто процентная. Чтобы над тобой ни жена, ни дети, ни архиерея, никто не имели власти, вопреки священного писания. Ты рупор Божий. Ты должен донести, что Бог тебе сказал. Это пророк Михей говорил, мой любимый пророк. Иеремия. Бог сказал, и вопрос снятый. Я его повеление должен выполнить. А что там ждет? А мне думать не надо. Бог уже заранее берет обо мне заботу. Я говорю, скажите, вот, когда остались плененные, там, это, в Иерусалиме, уже были пораженные евреи-то. И некоторые остались. Ну, там было такое, что поубивали. Вернулся там Исмаил один. А остатки там решили идти в Египет. Ну, кто еще с собой берет-то? А он говорит, не ходите в Египет. Это ничего не даст. Так он придет, царь Вавилонский, обратно, и он погубит. Не погубит. Бог мне сказал. Ну, а ты иди, попроси Бога. Ну, вас много. Что вы меня-то спрашиваете? Вы меня толкете и толкете. А все время меня спрашиваете, что дальше будет? Я не Жириновский вам. Не буду руками махать-то. Он что, говорил вчера, забыл, что сегодня говорит? И он говорит, я скажу Богу вашу нужду, но вы не поверите. И сделайте по-своему. Нет, мы послушаем. Он ушел и 10 дней молился, ответа не было. Наконец, на 10-й день Бог дал ответ. Он вернулся, Бог сказал, не ходи. Все говорят, это не от Бога ты. Ты придумал. Зачем же вы посылали меня? Что вы сделали? Каждый несет что там? Сухари. Ну, что там? Кто-то более важное такое одеяние. А он взял камень, два булыжника. Обмазал их глиной, положил в мешок и несет. А вы слыхали, что дело? Это совершенно дурной. Камни тащит такую даль. И когда пришли туда, что он дальше будет делать? Вот здесь им и дали место в Египте. И он на этом месте берет лопату, выкопал и туда заложил камни. А зачем это? А вот вы уходили от царя Вавилонского. Вы думали, под крышей египетского фараона спасетесь. Но царь Вавилонский вернется, разобьет фараона. И вот здесь его шатер будет ставить. Я фундамент заложил. Вот это да. И так было, да. Именно так. А царь тут ничего не знал. Послал своих воинов. Говорит, поищите, где мне тут поставить. Ставка моя будет. И они подошли на этом месте. Именно на этом месте. Почему? Бог. Я знаю, с патриархией у Бога будет покончено буквально в один день. Это говорит не кто-то, а уж Осипов, с которым я во многом не согласен. Алексей Ильич. Русские люди первые примут антихриста. Им царя надо, царя-искупителя. Безумие какое-то. А он под видом царя и придет. Управитель будет. Он одновременно будет и первосвященником. Русские люди более всего подготовлены. Только он не сказал, кем. Подготовлены священством. Они на этих лжепатриотических чувствах играют. Патриоты. Россия для русских. Путин говорит, а ты или дураки совершенно, или провокаторы. Один ответ. Да куда татар девать? Куда мордву девать? Куда немцев девать? Куда те, которые под крыло российское император пришли? Их-то куда девать-то? Куда казанцев, татар девать-то? Вот ожидается в 2016, в следующем году, восьмой вселенский. Его так потихоньку готовят, я так понял. Я там смотрел многие видео афонских монахов. И этот экуменизм, ну все это движение так. То есть готовят его. И если эти изменения будут проведены, там хотят изменить что? Верую не будет отменят, отчинаж и с алтаря вынесут ковчег. Ну что-то, ну точно это. Если это изменят, уже нельзя будет ходить по-любому в храм. Я считал, это не вселенские, а все православные. Ну все православные. Это не вселенские. Это не восьмой вселенский собор. Вселенские должны быть халкидонские, копты, сирийцы, все должны быть и католики. Ну а что там будет? Я читал их программы, там ничего нету-то, ни о каком веру изменить. А то люди лгут. Птичьим умом своим пытаются разобрать. Под патриарха Кирилла копают. Я так понимаю. Нам нужно о нем молиться, а не подкапываться под него. Он там был действительно. Да, они-то сказали, программа была выставлена в интернете. Я не нашел ни одного пункта, который был бы вопреки Евангелия. По крайней мере, то, что они выставили. Может скрытое что-то? Ну, нет этого. Зачем был галт-то? Даже если враг говорит, и ты поклялся, говорит, не изменяя даже злому. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает. Ну, что, Игорь Ильич Тихонович? Я знаю одно. Молиться и трудиться, как говорил старец Иона Одесский. Одесский Иона. Я с ним встречался. В 2012-м отошел к Господу. Молиться и трудиться. Иона, это Антоний Великий хотел увидеть, а как он перед Богом, помните? И Бог ему показал, сам себя видит Антоний, плетет веревки, потом встал, скорее руки поднял, помолился, опять плетет, опять. Он говорит, ну вот это твоя жизнь. Он сам себя увидел со стороны, как будто кто-то заснял на видео, а потом показал. Молиться и трудиться. А что там патриархия, там Бог, это все разберется, осудится. Мне интересно, главное, назначили на меня комиссию в Почаево. Им больше нечем заниматься на Украине. А у Украины-то это был лакомый кусок у патриархии, он выпал. Они теперь сдав токефалию, подали Константинопольскому. Чтобы разрешили отойти, да и не разрешат, они все равно уйдут. Как эстонская православная церковь. Они никуда, просто автономная, как финская, как польская, как чехословацкая. Ничего в этом нету. Каждая епархия должна быть самостоятельная. Вот когда правда будет. А придумали, что от одного там где-то все должны зависеть. Ну собрали какая-то комиссия в Почаево на меня. И говорят, даже знают им фамилию, от кого. Проходит день, проходит два, три месяца, нигде ничего нету. Нету ничего. А за глаза, за глаза никогда не судят. За глаза как судить? Обвинение не предъявлено. Даже когда Фес был, и на Павла, говорит, обвинитель, должны снова с Иерусалима прийти. Они пришли, ничего не представили достойного смерти. Ничего. Он требует сюда кесаря, и я вынужден отправить. Вы помните, когда Вероника там была? Его отправили. И царь Агриппа был, сидел, слушал. А они как, мы хотим его там выслушать. Да они не хотели выслушать, они убить его дорогой хотели-то. Так и эти. Мне говорят, только если вы забудете, не ездите. Они убьют вас. Этот Зигизмонта, кто он там дал охрану и грамоту Яну Гусута. И отказался от нее, и казнили. Дал охрану и грамоту. И сколько потом потерпят за это. Они ничего ко мне не имеют. Ничего. Просто беззаконие, которые они установили за истину, я говорю, этого делать нельзя. Люди не могут спасаться вопреки истине Господней. Когда Слово Божие станет на первое место, вопросы отпадут. Они будут искать меня, спрашивать. Вот я отвечаю. Отвечаю не на два вопроса. Хорошо, Гнатин. Спасибо за беседу. На 4124 вопроса отвечаю. Пускай один вопрос опровергнут. Или ответят так. Это все на сайте стоит 55 папок. С Богом. С Богом? С Богом. Хорошо, отключайтесь.